Шоклопенбзита Будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» под разделе «Видео», а также в группах Абаза БСЖ и Абаза БСЖ во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Абаза БСЖ, ставьте лайки, комментируйте видео. Итак, на сегодняшнем занятии у нас с вами следующий план работы. Мы с вами освоим, выполним упражнение на переписывание, а потом познакомимся с некоторыми словами и выражениями культуры речи. Итак, давайте не будем откладывать в долгие речи, сразу приступим к занятию. Для начала давайте вспомним, как переписывание на абазинском языке. Итак, переписывание на абазинском языке, конечно, «Акхвэлхара». Давайте сразу обратим внимание на выделенные звуки и попробуем вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение выделенных букв. Итак, начнем с буквы «Х». Посмотрите, как она пишется. Буква «Х» пишется как «Х» – твердый знак. Произношение буквы «Х» мы запоминаем с помощью слова «шапка». Шапка на абазинском языке «Хлпа». Следующая буква, которую мы с вами здесь видим и на которую мы хотим обратить внимание, это буква «В». «В». Пишется она как «Г» – палочка «В». «Г» – палочка «В». Произносится как «В». Правильное произношение буквы «В» мы с вами запоминаем с помощью слова «гнездо». «Гнездо» на абазинском языке «жара». «В» – «жара». Очень хорошо. Следующая буква, которую мы с вами сегодня хотим разобрать в этом слове, это буква «Г». Буква «Г» пишется как «Г-палочка». Видите, голубенькая, выделенная голубым цветом. «Г-палочка» произносится как «Г». Правильное произношение этой буквы мы запоминаем с помощью слова «весна». «Весна» на абазинском языке «хапн». «Г» – «хапн». Итак, «Аквелхара» – это переписывание. Да, еще раз повторим. «Аквелхара». Приступим к самому упражнению на переписывание. «Апн» – «Амара аккит» – «Амшкопхахит». «Апн» – «Амара аккит» – «Амшкопхахит». «Весна» – солнце светит, дни становятся теплее. Итак, теперь давайте с вами обратим внимание на выделенные буквы и постараемся запомнить их правильное произношение. А также давайте постараемся вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем правильное произношение этих букв. Начнем с буквы «г». Пишется буква «г» как «г-палочка». Конечно, легко вспомнить, что произношение буквы «г» мы запоминаем с помощью слова «весна». Весна на абазинском языке «гапн». «Г» – «гапн». Следующая буква – это буква «п». Посмотрите, как пишется буква «п-палочка». Мы с вами запоминаем произношение этой буквы с помощью слова «клюква». «Клюква». «Клюква» на абазинском языке «пр-п». «П-пр-п». В этом слове мы видим, дважды встречается звук «к». Звук «к» пишется как «к-палочка». Правильное произношение буквы «к» мы с вами запоминаем с помощью слова «калина». «Калина» на абазинском языке «карма». «К-карма». «К-карма». Букву «т» мы с вами запоминаем с помощью слова «сова». Обратите внимание, как пишется буква «т». Пишется она как «т-палочка». Произношение буквы «т» мы запоминаем с помощью слова «сова». Сова на абазинском языке «т». Обратим внимание на звук «к». Итак, звук «к» мы с вами запоминаем с помощью слова «крыша». «К», да? «К», «крыша». Пишется буква «к» как «кв». Еще раз давайте прочитаем текст на слайде. Следующий небольшой текст. Тает снег, цветут деревья, растет трава. Обратим внимание на выделенные буквы. В слове «асератит» мы видим звук «т», да? Давайте напомним себе, что звук «т» мы с вами запоминаем с помощью слова «сова». «Сова» на абазинском языке «т». В слове «а», «цла», «к» мы видим два звука «ц» и «к». Давайте напомним себе, что эти звуки мы с вами запоминаем с помощью слов «цла», «ц», «цла» и слова «к», «крыша». Звук «ц» мы запоминаем с помощью слова «крыша», «к». Посмотрите теперь на слово «айт», «цветет», «цветут деревья». Звук «к», который пишется как «к», твердый знак, мы с вами запоминаем с помощью слова «тыква». «тыква», «тыква» на абазинском языке «каб», «кэ», «каб», да? Пишется звук «к», как «к», твердый знак. Давайте еще раз обратим внимание на этот момент. «Кайт», да? Здесь мы еще с вами не разбирали звук «к», давайте напомним себе, что звук «к» мы с вами запоминаем с помощью слова «весна». «Весна» на абазинском языке «рапн», «рапн». Следующее предложение «ахра», «аид», да? В слове «ахра» мы видим звук «ш», который пишется как «х», палочка «в», «х», палочка «в», образует звук «ш». Звук «ш» мы с вами запоминаем с помощью слова «трава», «ш», «ра», «ш», «ра». Теперь, когда мы с вами разобрали все выделенные буквы, нам с вами легче будет прочитать эти несколько предложений. Давайте приступим к чтению. Следующее, продолжаем, значит, этот текст. ПХНП АМАРА ШАБАЖЯ АПХИТ ЗНЫЙШВАРА БЗНКУААКУИТ ПХНП АМАРА ШАБАЖЯ АПХИТ ЗНЫЙШВАРА БЗНКУААКУИТ Лето. Солнце сильно греет. Иногда жарко, иногда льет дождь. Иногда идет дождь, да? Теперь разберем выделенные буквы. Букву П мы с вами запоминаем с помощью слова «клюква». П-Р-П. Обратим внимание на правильное написание буквы П. Запомним, что буква П пишется как П-ПАЛОЧКА. П-ПАЛОЧКА. Следующая буква – это буква Ш. Ш-ШАБЖ. Звук Ш мы с вами запоминаем с помощью слова «олень». Ш-ШАРАХ. Ш-ШАРАХ, да? Давайте обратим внимание на что звук Ш пишется как Ш-В. Напомним себе, что буква Г произносится как Г, пишется как Г-ПАЛОЧКА, а запоминаем ее правильное произношение с помощью слова «ВЕСНА». Г-ХАПН. Г-ХАПН. Звук Т мы запоминаем с помощью слова «СОВА». СОВА на абазинском языке. Т-Т. Звук Х мы запоминаем с помощью слова «КРЫШ». А-ЦЛАБАЛЬКОА У-ДЗЕШАХ. А-ШЕРКОРЧАХ. Листья на деревьях зеленые, на деревьях растут плоды. Звук С в слове А-ЦЛАБАЛЬКОА мы с вами запоминаем с помощью слова «Дерево». С-ЦЛА. А-ЦЛАБАЛЬКОА, да? Звук Г, который пишется как Г-Твердый знак и мягкий знак. Все вместе, все три буквы вместе. Мы запоминаем с помощью слова «ПОГРИМУШКА». Ж-ЯР-ЯР. Ж-ЯР-ЯР. Звук К мы с вами запоминаем с помощью слова «КРЫША». К. Обратим внимание на слово У-ДЗЕШАП, то есть зеленые, да? Звук ДЗ мы запоминаем с помощью слова «Вода» – ДЗ. Звук Ш мы запоминаем с помощью слова «ОЛЕЙ» – Ш-ШАРАХ. И звук П мы запоминаем с помощью слова «КЛЮКВА». КЛЮКВА на абадинском языке. Теперь обратим внимание на слово Р-ЧАП, то есть находятся, растут плоды на деревьях, да? Р-ЧАП – ЗВУК Ч мы запоминаем с помощью слова «КРОТ». Ч-ЧУ. Ч-ЧУ. Обратите внимание на то, как пишется звук Ч. Звук Ч – это Ш-ПАЛОЧКА. Ч-ЧУ. Разобрали все выделенные буквы. Теперь давайте еще раз прочитаем эти два предложения на слайде. АТЛАБЫХКОА У-ДЗЕШАП. АШЕРКОРЧАП. АТЛАБЫХКОА У-ДЗЕШАП. АШЕРКОРЧАП. Теперь приступим к следующей части нашего сегодняшнего занятия. Это слова и выражения. Слова и выражения на абазинском языке АЖАКУЙ, АЖАЦАЙКУЙ. Звук Ж в слове АЖАКУЙ мы запоминаем с помощью слова «КОРОВА». КОРОВА на абазинском языке Ж. Звук Ж пишется как ЖВ с помощью двух согласных. Звук К мы с вами запоминаем с помощью слова «КРЫША». Крыша на абазинском языке К. К. Звук Х мы с вами запоминаем с помощью слова «ВЕСНА». ВЕСНА на абазинском языке АЖАПНЫ. Г. АПНЫ. Теперь мы с вами ознакомимся с некоторыми готовыми фразами, с помощью которых вы сможете поддержать диалог на тему погоды. «ШПНЫ АГНЫ ЧГЮМА». У вас суровая зима? ШТА АГНЫ ЛАХПНЫХТАДЗАП. Да, зимой у нас очень холодно. ШПНЫ АГНЫ ЧГЮМА. У вас суровая зима? ШТА АГНЫ ЛАХПНЫХТАДЗАП. Да, зимой у нас очень холодно. Теперь разберем отдельно каждую букву. Да, имеется в виду выделенные буквы. Звук Ш в слове «ШПНЫ». Мы запоминаем с помощью слова «ОЛЕНЬ». Ш-ШАРАХ. Ш-ШАРАХ. Да, звук Г-АГНЫ. Посмотрите, как пишется звук Г. Пишется как Г-твердый знак. Мы запоминаем с помощью слова «ГБА». Поезд. Да, ГБА. Поезд. ЧГЮМА. Звук Ч мы с вами запоминаем с помощью слова «ПОСТЕЛЬ». Ч-ЧАРТА. Обратите внимание на то, как пишется звук Ч. Он пишется с помощью двух согласных. Ч-В. Ч-ЧАРТА. Звук Г мы легко запомним, потому что это как в русском алфавите. Г – это Г и мягкий знак. Звук Х – ХПНЫ. Мы запоминаем с помощью слова «Груша». Х-ХА. Посмотрите, как пишется звук Х. Как Х-ПАЛОЧКА. Х-ПАЛОЧКА образует звук Х. Теперь звук Х-ХТА-ДЗАП. Х-Х. Пишется как Х-МЕГКИЙ ЗНАК. Мы его запоминаем с помощью слова «ЗОЛОТО». Х-ХАПШ. Х-ХАПШ. Звук ДЗ, конечно же, легче всего запомнить с помощью слова «ВОДА». «ВОДА» на абазинском языке «ДЗ». Звук П, попротив на него внимания, попробуем вспомнить, что звук П пишется как П-ПАЛОЧКА. И мы запоминаем его правильное произношение с помощью слова «КЛЮКВА». «КЛЮКВА» на абазинском языке «РП». П-ПРП. Разобрали все выделенные буквы. Теперь давайте еще раз прочитаем эти два предложения. Это очень удобные предложения. Их можно прямо запомнить и спокойно поддерживать диалог. У вас суровая зима. Да, зимой у нас очень холодно. Зимой у нас выпадает много снега. Теперь разберем выделенные буквы. Буква Г в слове «Агнела». Напомним себе, что мы ее запоминаем с помощью слова «ПОЕЗД». Г-Г-БА. Звук Х, ХПН. Видите, вот мы встречаем где-то звук. Звук Х, который пишется как Х-ПАЛОЧКА. Мы с вами запоминаем с помощью слова «ГРУША». Х-ХА. Звук Х. Вот посмотрите на слово «АСИД». Выпадает, да? Звук Х мы запоминаем с помощью слова «ВЕСНА». ХАПН. Звук Т мы запоминаем с помощью слова «СОВА». Т-СОВА. Теперь, когда мы с вами разобрали выделенные буквы, давайте еще раз прочитаем предложение на слайде. АГНЛА ХПН СЩАРДА АСИД. АГНЛА ХПН СЩАРДА АСИД. Зимой у нас выпадает много снега. АГНЛА ХПН СЩАРДА АСИД. Здесь жарко летом. СЩТА ЧГЯТА И СЩАРДА. Да, очень жарко. АГНЛА ХПН СЩАРДА АСИД. Здесь жарко летом. СЩТА ЧГЯТА И СЩАРДА. Да, очень жарко. Обратим внимание на выделенные буквы. В слове ЧГЯТА мы видим звук Ч. Звук Ч мы запоминаем с помощью слова «ПОСТЕЛЬ». Ч – ЧАРТА. Ч – ЧАРТА. Звук Г мы запоминаем с помощью слова «ЧАБРЕЦ». Г – ГЕН. И звук П мы запоминаем с помощью слова «ПРП». «ПРП» – это «КЛЮКВА» по-абазински. Обратим внимание, как пишется буква П. Буква П пишется как П-ПАЛОЧКА. П-ПАЛОЧКА. Итак, еще раз давайте прочитаем предложение на слайде. АРА ААБХАНЛАШУАРУМА. Здесь жарко летом. ЧТА, ЧГЯТА ИШУАРА. Да, очень жарко. Можно еще какие есть варианты ответа? МАМО ИЧХАЯ. МАМО ИЧХАУАШТ. Нет, терпеть можно. ЙГИШУАРАДЗАМ. Не очень жарко. МАМО ИЧХАУАШТ. Нет, терпеть можно. ЙГИШУАРАДЗАМ. Не очень жарко. Такие варианты ответа тоже приемлемы, они грамматически правильны. И полезно их, конечно, знать и запомнить. Звук ХА в слове ЧХА. Мы запоминаем с помощью слова ГРУШИ. ГРУШИ на абазинском языке ХА. Давайте обратим внимание на то, как пишется звук ХА. Пишется он как Х-палочка. Х-палочка произносится как Х. Звук ХА, который мы видим в слове АВАШТ, легко запомнить с помощью слова СОВА. СОВА на абазинском языке Т. Т. СОВА. Звук ГЕ мы запоминаем с помощью слова ЧАБРЕЦ. ГЕ. ГЕН. ГЕ. ГЕН. Конечно же, звук ДЗ очень легко запомнить с помощью слова ВОДА. ВОДА на абазинском языке ДЗ. Теперь, когда мы разобрали выделенные буквы, давайте еще раз прочитаем эти два предложения. МАМО. ИЧХА ВАШТ. МАМО. ИЧХА ВАШТ. Нет, терпеть можно. ИГШУА РАДЗАМ. Не очень жарко. Молодцы. Двигаемся дальше. САНДЖА ААПНЛАСЫЯ АТАУТ. В этом году весна наступила рано. АГНА АДЗИТ. Приближается зима. САНДЖА ААПНЛАСЫЯ АТАУТ. В этом году весна наступила рано. АГНА АДЗИТ. АГНА АДЗИТ. Приближается зима. Так, звук Ч в слове САНДЖА. Обратим на него внимание. Это не самый простой звук для запоминания. Обратим на него дополнительное внимание. Звук Ч пишется как Ч, палочка В. Ч, палочка В. И произносится как Ч. Правильное произношение этого звука мы запоминаем с помощью слова ЯБЛОКО. Ч, ЧА. Ч, ЧА. Ещё раз напомним себе, что звук Х мы запоминаем с помощью слова ВЕСНА. ХАПНЫ. Звук Т мы запоминаем с помощью слова САВА. Т, да? Звук Г, в слове АГН, мы запоминаем с помощью слова ПОЯЗ. Г, ГБА. Г, ГБА. Теперь давайте ещё раз прочитаем эти два предложения. СНЧА АХАПНЛАСЫЙ ГАТАУТ. СНЧА АХАПНЛАСЫЙ ГАТАУТ. В этом году весна наступила рано. АХНЫ, 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 АДЗИТ. Приближается зима. АХНЫ, АДЗИТ. Приближается зима. Так, очень хорошо. Молодцы, отлично поработали. На этом наше с вами занятие подходит к концу. Прежде чем с вами попрощаться, я хочу вам напомнить, что этот и последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Безжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Безжа. Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллахич с Расхуд.